Во-первых, я поручаю Государственному пограничному комитету усилить охрану государственной границы по всему периметру в целях недопущения в Беларуси из других стран боевиков, оружия, боеприпасов, денег для финансирования беспорядков. Мы видим, что эти деньги поступают там, где есть деньги, платят людям, которые, естественно, люди хотят заработать, с цветочками постоять, еще чего-то сделать. Я не хочу сказать, что все такие большие деньги поступают, и притом в открытую. И граница должна, в том числе, кроме спецслужб, перекрывать эти потоки и каналы. Второе. Министерству обороны особое внимание следует уделить передвижению войск НАТО на территории Польши и Литвы. Мы должны отслеживать направление их движения и их замыслы. На настоящий момент мы все эти замыслы видим, особо нас это не напрягает, но отдельные факты, особенно на Гродненском направлении, заставляют задуматься. Поэтому нам обязательно надо предпринять меры и не стесняться выводить наши вооруженные силы и технику на направление их, ну, скажем так, передвижения. То есть надо контролировать эти вопросы, особенно в Гродно, в Гродненском направлении, потому что уж очень большое желание там дестабилизировать обстановку еще больше, чем в Минске. МВД. Не допускать беспорядков в стране и особенно в Минске. В Минске не должно быть больше никаких беспорядков. Люди устали. Люди требуют мира и тишины. Ну, с одной стороны, и хорошо, что белорусы почувствовали, что они могут потерять. Но, слушайте, ведь море людей, подавляющее большинство, которые привыкли жить в спокойной стране. И мы эту спокойную страну должны им вернуть. Надо защитить рабочие коллективы от шельмования и угроз улицы. Защитить рабочие коллективы не только рабочих фабрик и заводов, но и другие коллективы, организации, других. В их адрес сыплются угрозы. Если коллективы средств массовой информации, если кто-то в средствах массовой информации, ОНТ, БТ, еще где-то хотят побастовать, выйти и потом опять вернуться, такого шанса у них быть не должно. Ушли – уходите. Но защитить коллективы нужно, и это наша сегодня задача. Она актуальна. Комитету государственной безопасности выявлять и пресекать действия организаторов уличных беспорядков, вскрывать каналы финансирования беспорядков в Республике Беларусь. Как бы ни было сложно, мы должны продолжать эту работу и работать по максимуму. Министерству иностранных дел довести до руководителей западных государств информацию о ситуации в Беларуси. Им просто надо рассказать и рассказывать, что происходит в Беларуси, чтобы эту информацию получили и Меркель, и Макрон, и Дуда, и Науседа, и другие там, и Зеленский, чтобы они знали, что происходит в Беларуси, официальную точку зрения, и предупредить их, не стесняться, об ответственности за разжигание беспорядков. Финансирование беспорядков – это и есть разжигание. И мы видим сегодня, что это финансирование продолжается. Это во-первых. И во-вторых, барабанить гусеницами на границе с Беларусью и проводить сейчас учения контрпродуктивно. Они это должны понимать. И они будут за это отвечать, если что случится. Средством массовой информации разъяснять, рассказывать, предупреждать людей, что программы этой «Черной сотни» – путь в пропасть к уничтожению Беларуси как суверенного и независимого государства. Вы это видите. Более того, они толкают нас к столкновению с исторически братским нам народом, русскими и россиянами. Этого допустить нельзя. Поэтому надо активизироваться в средствах массовой информации. Правительству следует обеспечить реализацию и контроль моих поручений по бесперебойному функционированию предприятий. Надо сказать, что здесь работа и руководителями, и правительством проведена большая и есть хорошие результаты. Но расслабляться нельзя. Надо оказать поддержку. Подчеркиваю, поддержку руководителям предприятий в организации производственного процесса. Обязательно надо это сделать. Не надо бросать руководителей один на один с той толпой, которая порой сидит на проходной, мешает людям работать. Ну и внутри же предприятий есть определенный круг людей. Мы не должны нагнетать в трудовых коллективах обстановку, но тем не менее, хочешь работать, работай, как я уже говорил. Не хочешь, за ворота не мешай работать другим. Но возврата, потом, обратно, на это предприятие быть не должно. У нас в очереди стоят люди на предприятии. Да и избыточные численности на любом предприятии, которое сегодня на слуху, огромное количество. Но и самое важное, здесь вот госсекретарь правильно предлагал, и другие, и губернаторы об этом говорили. Нам важно сосредоточить внимание на решении повседневных задач и вопросов жизни граждан страны. Люди должны видеть, что органы власти, особенно центральные, занимаются не только вопросами наведения порядка в городе Герои Минска и в других двух-трех городах, но и занимаются решением вопросов, от которых зависит жизнь наших людей. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok